С левой стороны промка, с правой стороны лэб, посередине жилой комплекс. Здесь даже проблемы с продуктовыми магазинами. Ближайшие детские сады и школы одна из самых худших квартирографий, которые я видел. Чем больше студий однокомнатных квартир, об этом нюансе, кто приобрел квартир, застройщик навряд ли вам сказал. За 30 квадратных метров. Маркетологи, конечно, красавцы. И о хорошей звукоизоляции говорить точно не приходится. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы сегодня с вами находимся в деревне Новосаратовка. Дорога в две полосы. Пробка как в одну, так и в другую сторону, в часы пик. Новосаратовская колония была сформирована на правом берегу Невы во времена Екатерины II немецкими колонистами. Немецкое население здесь проживало до марта 1942 года. Сейчас на месте колхозных полей возводят жилой комплекс город, первых на территории в 700 гектар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Новосаратовку с проектами выходят Охтагрупп, Сэтлгрупп и Полисгрупп. Строить начнут не сразу, в течение двух-трех лет. Вы только представьте эти масштабы и количество будущих жильцов. Напомню, что дорог больше и шире не стало. Аналогично как и школ, детских садов и даже магазинов. Я могу предположить, что данный проект переплюнет Кудрово, Мурино, Парнас, Девяткино и другие человейники. Здание возводят по монолитной технологии на свайном фундаменте. Фасад обкладывают газоблоком, утеплителем, штукатурят и окрашивают. Это технология мокрого фасада. Из фотоотчета застройщика я не увидел, что фасадные стены грунтуют перед креплением базальтового утеплителя. Грунтовка имеет свой цвет и сразу видно, есть она либо ее нет. Также в соответствии с технологией нужно выждать определенный период, пока полностью выйдет влага из бетона и из газоблока. Если вы будете в летний период прогуливаться по стройке и увидите целый палец газоблоком, обратите на него внимание, вы увидите, что под пленкой находится конденсат. Это как раз та влага, которая должна уйти в соответствии с технологией. Часть стен к соседям выполнена из блоков, что однозначно отразится на звукоизоляции. Информации с проектной декларации о применяемых застройщиком звукоизоляции, к сожалению, нет. Межкомнатные стены застройщик возводит из пустотелых позагребневых плит. Эти плиты резонируют звук, и о хорошей звукоизоляции говорить точно не приходится, хотя они соответствуют требованиям СНИП. Следующий нюанс в квартире – это позагребневые плиты, которые при монтаже не доходят до верха перекрытия. Соответственно, чем это зачеканит застройщик и как, к сожалению, неизвестно. Потому что мы с вами знаем, чем плотнее материал, и чем лучше зачеканит застройщик, тем будет лучше звукоизоляция в квартире. То есть, в принципе, сейчас мы имеем уникальную возможность посмотреть на потенциал этой квартиры для дальнейшей перепланировки. Маркетологи, конечно, красавцы, говорят о потенциале квартиры для будущей перепланировки. Но при этом умалчивают, что любую перепланировку нужно предварительно согласовать, а также не забывайте, что при ремонте вы понесете дополнительные денежные затраты. Да и зачем делать перепланировку? Я считаю, что нужно изначально приобрести квартиру с хорошим планировочным решением, чтобы не изобретать велосипед и не нести дополнительную финансовую нагрузку. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. И на момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 4 миллионов 400 тысяч рублей за 30 квадратных метров. Высота потолка, согласно проектной декларации застройщика, в комплексе будет от 2 метров 55 сантиметров до 2 метров 75 сантиметров в зависимости этажа. Вот я полагаю, об этом нюансе, кто приобрел квартир, застройщик навряд ли вам сказал. Класс энергоэффективности всех возводимых здесь зданий С нормальный. Это, друзья, минимальный класс энергоэффективности, который разрешено на территории Российской Федерации проектировать и строить. Согласно проектной декларации застройщика, первую очередь сдадут в третьем квартале 2023 года, а ключи передадут до 31.03.2024 года. То есть два дома застройщик сдаст до конца сентября 2023 года, и у него почти целый год для того, чтобы передать нам с вами ключи. Но это, наверное, точно достаточно будет времени, чтобы достроить эти дома, учитывая аналогичный опыт новостроек от этого застройщика. Квартирография – это показатель качества жизни в любом комплексе. Чем больше студий и однокомнатных квартир, тем их больше будут продавать, перепродавать и сдавать в аренду. Я взял и посчитал количество квартир в первой и второй очереди и получил следующие результаты. Студии и однокомнатные квартиры займут 74% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры займут 22%. И трехкомнатные квартиры займут всего 4% от общего числа квартир. В жилом комплексе «Город первых» одна из самых худших квартирографий, которые я видел. Немаловажный вопрос – это социальные объекты. Я уже молчу про поликлиники и больницы, сейчас вам расскажу, как обстоят дела с детскими садами и школами. А вы, друзья, лучше присядьте поудобнее и внимательно слушайте. Ближайшие детские сады и школы находятся на другом берегу Невы, где возводится жилой комплекс «Живи в Рыбацком». Либо с закатом, где этот же застройщик возводит жилой комплекс «Приневский». Мест в школах и садах нет. В первую очередь у нас строится 4 23-этажных дома, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Во второй очереди мы строим 7 домов переменной этажности и детский сад на 325 воспитанников. Во второй очереди этого комплекса застройщик обещает нам детский сад, а в дальнейшем и школу. Но проектных деклараций на школу и детские сады пока нет, в отличие от жилых зданий. Да и пока построят эти детские сады и школы, ваши дети уже могут выйти на работу. Новосаратовка – это Всеволожский район. И я не удивлюсь, если вы своих детей будете водить в поликлинику в городе Всеволожск. У меня вопрос к тем, кто уже приобрел здесь квартиру. Как вы отсюда будете выбираться? Дешевле квартиру снять рядом с работой, чем ездите в эти поля. Сбережете и время, и свои нервы. Здесь даже проблемы с продуктовыми магазинами. Магнит, к примеру, находится практически у КАД. А два ближайших местных магазина перенесут вас назад в 90-е. Вы должны понимать, что первые жильцы домов, которые сдаст застройщик, будут дольше всех наслаждаться стройкой, отсутствуемой инфраструктуры и социальных объектов. Всегда нужно смотреть перед покупкой любого объекта уже сданные объекты застройщика, если они есть. По классности, город первых соответствует жилому комплексу Приневский. Лучше бы я сюда, наверное, не ехал. Вот это вы будете видеть каждый день. Надо делать рекламу. Здесь отдыхаете, да, ребят? Друзья, я в шоке от увиденного. Звукоизоляция, говорите? Вообще, что это такое? Смотрите. Качественно сделано. Это, конечно, безопасно. Знаете, такое ощущение, что кто-то переезжает. Это кухня, и какую красоту нам здесь сделал застройщик. Герметиком закрыли. Какой он маленький, друзья. Лифты работают с 9 до 18. Шикарно. Не дай бог застрять в этом лифте. Накурили, бычков набросали. Свет виден. Видите, в конце тоннеля. Зачем вот это все? Здесь хочется плакать и выйти. Безликие просто дома. Огромное количество окурков, грязь. Обзор жилого комплекса Приневский, как его сдали, есть на моем канале. Специально для вас оставил ссылку под этим видео. Обязательно пройдите, друзья, и посмотрите. Давайте вместе с вами представим, как мы перенесемся в март 24 года и счастливые, с ключами будем с вами заезжать в ваши новые квартиры. Коммерции нет. Грузовые машины ездят туда и сюда. Шум, постоянные пробки. До детского сада и школы час ехать на машине только в одну сторону. Дополнительных занятий для детей нет. Секций никаких нет. Вы уверены, что вы за свои деньги хотите так жить? Но вы, конечно, скажете, что здесь невысокие цены и за эти деньги ничего больше не купить, а со временем все будет. Ну, лет так через 10. А если это время у вас, жить хорошо нужно уже сейчас, вы за что платите? За обещания, красивые рендеры или за комфортное жилье? Школы и сады строят за счет города. И когда будут они построены, официальных данных нет. Задайте прямой вопрос застройщику. Когда будут построены детские сады и школы, и попросите документальное подтверждение. Полагаю, ответ застройщика вас разочарует. Увеличив бюджет на покупку квартиры, вы не только улучшите свое качество жизни. Вы будете наслаждаться жизнью, а не проводите его в постоянных пробках и стрессах. Вы сможете больше времени уделять своей семье, развитием своих детей, совместным отдыхом. Подумайте перед тем, как приобрести квартиру в новостройке. Я помню, как пошел выбирать с другом свой первый автомобиль. Если бы не он, я бы приобрел битый и крашеный автомобиль, так как у меня не было такого опыта. Так же и с недвижимостью. У каждого объекта есть свои нюансы, о которых вам не расскажет застройщик и риэлтор. Напишите мне, услуга стоит того. А вот здесь, друзья, в центре кадра мы видим, что застройщик вот именно в этом месте прогрунтовал стены. Видите, она чуть розовая, а не белая, как остальной газоблок. Но еще, конечно, у меня вопрос по самому газоблоку. Обратите внимание, его просто наставили наклеить друг на друга. А обычно это делают с шахматной разбивкой. Ну а здесь бесстрашные строители застройщика работают без страховки и без каски, нарушая технику безопасности. Да и качество монолитных работ оставляет желать лучшего. Обратите внимание на эти наплывы бетона. С левой стороны промка, с правой стороны лэп, посередине жилой комплекс. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...